Царь Пушка Таких исследований было два. Одно провели специалисты военной академии Немисдержинского, а второе инженер Захариков. Об этих исследований много ходит слухов, говорят, что они засекречены. Нет, они у меня есть, и я их вам сегодня покажу. А пока начнем с названия. Откуда такое название? Царь Пушка. С названием орудия Царь Пушка все просто. Орудие Пушка весом 39 тонн. Для сравнения, танк Т-34 образца 1944 года весил 32 тонны. Так вот, это орудие было отлито во время правления царя Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, в 1586 году пушечным мастером Андреем Чоховым. И вот этот царь Федор Иванович изображен на орудии в виде садника, сидящего на коне. Отсюда и название. Царь Пушка. Вот показываю вам поближе, дорогие зрители. Царь на коне, на стволе орудия. Если с названием мы уже определились, то давайте сейчас рассмотрим, стреляло ли это орудие или нет. Было проведено два полноценных исследования в 1980 году. Это специалистами Академии Министеринского и инженером Захариковым. Вывод однозначен. Пушка не стреляла ни одного раза. Внутри ствола обнаружены были следы горелой земли, что говорит о том, что там ничего не очищалось. А если был бы сделан хоть один выстрел, то внутри все было однозначно снесено и очищено. Ну и самое главное, у этого орудия отсутствует запальное отверстие. Так что выстрел даже при всем желании произвести было невозможно. Я вам сейчас покажу эти документы, чтобы не быть голословным. И исследование Захарикова, и исследование Академии Сдержинского у меня имеется. И мы сейчас их более детально рассмотрим, что там они написали. Начнем мы с исследования инженера Захарикова. Оно было опубликовано в таком сборнике «Памятники науки и техники» за 1984 год. Издание Академии наук СССР. Здесь сведения об авторах. Почитаем. Захариков Геннадий Михайлович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института горного дела имени Скачинского. И вот его само исследование. О боевом назначении «Царь Пушки». Вначале он задается вопросами, какое же было назначение. Говорит, что не было документов. И вот такой очень интересный обмер. Затравочное отверстие не просверлено, хотя и сделано при отливке начального углубления диаметром около 10 мм в квадратном ограждении одинаковой высоты. Откуда это он узнал? Впереди он пишет, в 1980 году настойчивыми стараниями хранителя фондов оружейной палаты Портнова была начата реставрация. Вначале на реставрацию был отправлен лафет, пушка была уложена на тадын-тадын. И вот он приводит результаты обмеров, проведенные самим автором с помощью Портнова. И вот в результате этих обследований было выяснено, что запального отверстия у пушки нет и стрелять она не могла в принципе. Далее Захариков приводит сравнение продольный разрез царь-пушки и продольный разрез брауншвекской метты старинного орудия. Здесь мы видим, что у царь-пушки затравочное отверстие намечено, но не просверлено. У метты и намечено, и просверлено. Так, минуточку назад вернусь. Здесь очень интересный вывод он в конце делает. По своим размерам и пропорциям царь-пушка соответствует бронзовым бомбардам 15-16 веков и является среди них средней по своим относительным размерам. Далее достаточно познавательный список про пропорции гигантских орудий 16-15 веков. Здесь и царь-пушка, и бронзовская метта, дрезденская, базильская и прочее, 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 прочее. Лондонское, а турецкое орудие Магомеда в Лондоне 18 тонн весело. Хорошее очень сравнение. И вот здесь, таким образом, наиболее вероятным материалом для ядер царь-пушки следует считать Мечковский известняк. Плотность такая-такая-то. Масса ядра должна составлять 750 килограмма. Масса порохового заряда, исходя из относительного заряда, 84 килограмма. Здесь нужно дать пояснение сразу. Захариков брал по минимуму. Специалисты-держинцы при обследовании пушки брали за учет, что вес ядра от 850 до тонны. И они уже рассчитывали именно по тонне. Почему? У нас были каменоломни, где ломали более плотный камень. Назывался он кварцевый песчаник, а в простонародье лещить. И есть документ конца 17 века, в котором говорится царева пушка на раскате у лобного места, а рядом с ней каменное ядро 52 пуда весом. Это как раз 850 килограмм. То есть Захариков провел очень тщательное исследование. Он там не шел на рекорд. Вот взял 750 килограмм ядро и масса пороха 84 килограмма. Теперь далее. Захариков задался вопросом, а вообще она стрелять в принципе могла? Или это какая-то бутафория? Теперь попытаемся ответить на вопрос, достаточно ли прочно была царь пушка, чтобы выдержать выстрел ядром 750 килограмм при заряде 84 килограмма дымного пороха. Дальше у нас идут исследования. И вот я просто так немножко сократил, чтобы не листать. И вывод. Сравнивая получившиеся допустимые давления для коморы и ствола с теоретически максимальным возможным, мы видим, что царь пушка не только могла безопасно стрелять каменными ядрами массой 750 килограмм при пороховом заряде 84 килограмма, но и имела при этом достаточный заряд прочности. Здесь схема отливки царь пушки. Две литейных печи, в которых приготовлялся расплав. Здесь болваны, литейные формы. Отливали как колокола. И также здесь приведен принцип установки орудия. Никакого лафета, конечно, изначально не было. Укладывали пушку на склон. Здесь ставили щит для защиты обслуживающего персонала от стрелков. И упирали вот такими бревнами. Четыре, где-то пять выстрелов в день могло сделать орудие. Каменное ядро закатывалось внутрь. Потом в ствол забирался человек. И законопачивал вот эти отверстия между внутренней частью ствола и каменным ядром, чтобы пороховые газы не уходили зря. Затем поднимался щит вверх. И производился выстрел. Подводя итоги сказанному, Захариков говорит, можно сделать следующие выводы. Царь-пушка по своим размерам и баллистическим параметрам соответствует тяжелому осадному орудию, предназначенному для стрелбы каменными ядрами по крепостным стенам. Вес ядра 750 килограмм. Там-тадам-тадам. В отличие от мортир, стрельба довольно настильная, неперекидная и тем более ненавесная. То есть это не миномет. Ну и классические мортиры отливались Чоховым и до, и после царь-пушки. То есть мастер был высококлассный. Он прекрасно знал, что делал. И мы можем сказать, что Чохов отливал вполне себе в боеспособное огнестрельное орудие. Царь-пушка не была предназначена и для стрельбы дробом. Для этого она не обладает достаточной подвижностью при осадных сражениях. Ее совершенно невозможно использовать в этом качестве при обороне крепости или укрепления. Также Захариков говорит, что утверждение о выставочном назначении царь-пушки вряд ли правомерно. Так как Андрей Чохов отливал другие орудия, они были более богато украшенные. Ну и вот здесь в завершении такой интересный вопрос. Для осады какой крепости была отлита царь-пушка? Чьи стены собирались крушить ею? Ответы на эти вопросы должны дать последующие исследования. И я допускаю, что может быть мы с вами на этот вопрос дадим ответ. Далее приводится список литературы. Он достаточно большой и интересный. А мы сейчас переходим к исследованиям специалистов Академии Дзержинского. Ну вот перед вами то самое исследование, о котором ходило очень много разговоров, что оно якобы засекречено. Ну здесь, как видите, все серьезно. Военные ордена Фленина, Октябрьской революции, отчет по научно-исследовательской работе, реставрация, научно-исследование, опытной производственной работы по реставрацию, восстановлению и сохранению царь-пушки. Все подписи генерал-майоры. Напечатано исследование в 1982 году, а проводилось оно, как я уже упомянул ранее, в 1980. Оглавление. Нас интересует вот этот раздел. Конструктивные особенности и баллистический расчет царь-пушки. Здесь я кое-что буду сокращать. Ну, тоже очень большое исследование. Ну вот для начала. В канале ствола, и особенно в пороховой коморе, обнаружены остатки стержневой смеси, пригары и потеки. Это означает, что после отливки канал ствола вообще не очищался. То есть, вот как отлили, так это дело все и оставили. Осмотр канала ствола и зарядной коморы до и после реставрации подтвердили имеющиеся данные о том, что из царь-пушки не было сделано ни одного выстрела. А далее исследователи задаются вопросом, а можно ли было вообще из него стрелять. Ну, там вопрос имеет принципиально важное историческо-политическое значение. И сейчас они на этот вопрос будут отвечать, проводя определенные изыскания. Здесь они узнают расчет давления в камере сгорания. Тут тоже несколько листов вот этих исследований. Остановлюсь поподробнее вот на этом. Это расчет давления в камере сгорания при массе заряда пороха. И расчет ствола на прочность. Расчет ствола на прочность проводился по третьей теории прочности, теории наибольших касательных напряжений. Ориентировочный расчет возможной дальности стрельбы царь пушки ядром массой тонну. То есть держинцы, они решили сделать по максимуму расчет. Если Захарик выбрал 750 килограмм, то держинцы взяли тонну. И вот выводы, которые нас интересуют. Используя данные снаряда, определяем в зависимости дальности полета ядра функции от углов бросания. При угле возвышения в 5 градусов дальность полета полтора километра. При угле возвышения в 10 градусов дальность полета 2,540. Ну дальше идем, идем. И максимум. При угле возвышения орудия в 45 градусов дальность полета каменного ядра весом в тонну составляет 5 километров 160 метров. Ну вот, друзья, как вы могли увидеть из представленных исследований, царь пушка это полноценное боевое орудие, способное каменными ядрами весом от 750 килограмм до тонны проламывать стены крепостей. Минимум ядро могло пролететь полтора километра. Никакой это не дробовик. Впервые слово дробовик к нему применили уже в 18 веке в книге Кириллова «Цветущее состояние Всероссийского государства», когда уже, наверное, не верили в искусство наших древних мастеров. Понятное дело, что лафет бутафорский вместе с ядрами, это все отлито в 1835 году. Ну и, конечно, вопрос, а против кого такой опытный мастер отлил это орудие и при этом не просверлил запальное отверстие? Андрей Чохов прожил после отливки пушки еще около 40 лет и скончался в 1629 году. И отлить он, ну, вернее, просверлить отверстие мог в любой момент, но этого не сделал. Друзья, об этом я вам расскажу во второй серии, против кого была предназначена царь Пушка. А пока посмотрите панораму московского Кремля. Я вам сейчас покажу несколько старинных фотографий, вернее, фото сравнений было стало, чтобы вы могли убедиться, как менялся московский Кремль. Впереди вы можете видеть Спасскую башню московского Кремля, а с левой стороны сооружение с куполом. Над куполом развивается президентский штандарт. Сегодня в этом здании находится резиденция президента Владимира Путина, а строилось это здание как сенатский дворец Матвеем Казаковым в конце 18 века. Между дворцом и башней пустота. Когда-то здесь находились два монастыря, Чудов и Вознесенский, и стоял Малый Николаевский дворец, также построенный Великим Зодчим Казаковым. Во дворце располагалась резиденция государя-императора Николая I. Именно в этом дворце родился будущий царь-свободитель Александр II. Он очень любил этот дворец. К сожалению, после революции, когда Кремль был закрыт для посещения, а нужно сказать, что вообще Кремль это часть города. Так вот, монастыри были снесены, дворец был тоже снесен, и на их месте был возведен 14-й корпус Кремля. Как все это выглядело ранее, я вам сейчас покажу на старых фотографиях. Два фото перед вами. Одно старинное, дореволюционное, а другое современное. На старинной фотографии вы хорошо видите Спасскую башню Московского Кремля. Рядом Екатерининская церковь Вознесенского монастыря. На передний план выходит Малый Николаевский дворец, и здесь, с левой стороны, Собор Чудового монастыря. Революционные события внесли свои коррективы. Сначала в 17-м году от обстрела большевиками Кремля пострадал и Малый Николаевский дворец, и другие постройки, а в скором времени их вообще было принято снести. И на их месте где-то в 1934 году возникло вот такое сооружение, известное как 14-й корпус Московского Кремля. В нем находились разные учреждения и комендатура. Однако, простоял он недолго по сравнению с предыдущими монастырскими сооружениями, и сегодня эта площадь выглядит именно так. Хотя, могла выглядеть абсолютно по-другому. Вот проект реставрации. Молодые архитекторы, талантливые Александра Скобичевская, Алексей Капустин, Вадим Барханов, под руководством профессора мархи Александра Малинова разработали такой проект воссоздания двух монастырей и Малого Николаевского дворца. Я вам сейчас покажу визуализацию сверху. Вот такой вид мог бы быть. Проект абсолютно готовый, но процесс почему-то затормозился. Я хочу напомнить, что вот в этом Малом Николаевском дворце встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным император Николай I. В чудовом монастыре жил Григорий Отрепьев, который, по мнению некоторых исследователей, мог взойти на российский престол под именем царя Дмитрия Ивановича, но народ его не принял и называл Лжедмитрием. Также в этом монастыре крестился царь Алексей Михайлович Романов, крестился его сын Петр I, здесь же был крещен Александр II, освободитель, государь, который провел реформы, освободил народ от крепостной зависимости. В Вознесенском монастыре упокоились великие княгини мощи были после сноса, кстати, сохранены и перенесены в другое место. Для меня это, конечно, однозначно, нужно восстанавливать. Хотелось бы узнать, люди, ваше мнение. Пожалуйста, напишите в своих комментариях под этим видео, что бы вы хотели, воссоздать монастырь и Малый Николаевский дворец, или оставить просто на их месте пустырь. С одной стороны, конечно, это будет, ну, не то, что новодел, но новые постройки. Однако и Варшаву восстановили полностью, здесь же сохранились и фундаменты, сохранились и коностасы, которые можно поставить. Поэтому просто вот хотелось бы знать мнение моих зрителей. А сейчас я по вот этой дорожке выйду через Спасскую башню и окажусь на Красной площади. Ну вот, народ, покидаю территорию Московского Кремля, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал Ярцев Сергей, кто не подписан, а кто уже подписан, нажимайте колокольчик оповещений и делитесь моим видео в социальных сетях. До новых встреч, пока. Вторую часть я выложу чуть позже.